Испытание выбором. Сегодня в Брюсселе снова голосуют за безвиз для Украины. Вопросы рассматривают послы ЕС. Заседание назначено на вечер. Все подробности узнаем у Елены Зориной. Она в Брюсселе с нами на связи. Лена, здравствуй. Есть ли уже результат? Голосование завершилось? Да, Наташа, добрый вечер. Ну вот голосование послов ЕС, как и визовый триалог, проходит в закрытом режиме, за закрытыми дверями, без участия прессы. Но вот уже известно, что, собственно, голосование завершилось. И завершилась она в пользу Киева. Безвиз послы поддержали. По сути, это голосование, хочу сказать, что это чистая формальность. Но вот с другой стороны, это настоящий зеленый свет без виза для Киева. Ведь послы утверждают результаты визового триалога и, собственно, график самой процедуры. Далее вопрос должен рассмотреть комитет Европарламента, проголосовать депутаты. После этого второй раз, да, должны снова сказать послы, утверждает совет министров ЕС. Ну и подписание самой процедуры, публикация в журнале ЕС и начало действия без виза. Несмотря на то, что график пока никто огласки не придавал, в пресс он все же просочился. И уже известны некоторые детали и даты. Очевидно, что в Европе все-таки выглядит этот график несколько затянутым. Ведь без виз могли утвердить гораздо раньше, до сезона отпусков. Очевидно, что в Европе ожидают результатов выборов во Франции. Именно эта страна пока что не определила свою позицию касательно без виза для Украины. Ну и из графика следует, что ориентировочно без виз для Киева будет с 11 июня. В следующий четверг, 9 числа, голосовать будет Комитет по гражданским свободам. А потом, ориентировочно 5 апреля, это решение проголосуют на пленарном заседании. После чего оно возвращается обратно в Совет Европы, на второй круг одобрения. Я все еще думаю, что это случится после выборов во Франции, по понятным причинам. И окончательное решение будет после 7 мая, последнего тура президентских выборов во Франции. И вот буквально только что послы ЕС также проголосовали за продление санкций для Януковича и его 14 соратников. Санкции продлены на год. И вот хочу сказать, что из санкционного списка исчез Юрий Иванющенко. Голосование послов ЕС пока что предварительно должен поддержать, утвердить окончательный санкционный список Совет ЕС. Вот такие новости, Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина из Брюсселя о том, что послы ЕС поддержали безвиз для Украины.